Сегодня у нас несколько захватывающих историй о приключениях мигрантов в России. Начнем с той, что началась уже давно, вызвав бурю обсуждений в социальных сетях, и на данный момент, надеемся, подошла к своему логическому завершению. Судя по всему, этот энергичный юноша прибыл в Россию не с целью помогать пожилым людям переходить дорогу, а чтобы раздавать советы россиянам по вопросам стиля и причесок. Летом, когда им стала интересоваться полиция, он был вынужден вернуться на родину. В сентябре же он решил, что все утихло и каким-то образом снова проник в страну, но на этот раз удача отвернулась от него. Этот молодой человек – один из потомков выдающихся специалистов, стремящихся улучшить Россию. Юноша из Солнечной Республики под руководством Рахмона приехал в Москву вслед за родителями, избрав путь не строителя, а наставника. Он создал группу таких же учителей и вместе с ними патрулировал мытищи в Подмосковье, определяя по внешнему виду, кто нарушает нормы. Тем, кто наивно полагает, что второе поколение мигрантов из Средней Азии и Кавказа станет, как мы, плохие новости. Они не планируют становиться похожими на нас. Наоборот, их цель – привнести свои порядки сюда. Например, шариатские патрули будут следить в районе за длиной платьев и брюк, цветом волос и другими аспектами внешности, которые не нравятся этим патрульным. В Московской области даже появился детский шариатский патруль. Подростки из мытищ на камеру унижают своих сверстников, рекламируют точки с запрещенными веществами и обещают поставить на место всех местных жителей. И все это сопровождается отборной бронью. Вот один такой герой по имени Самандар говорит буквально следующее, перечисляя своих дружков. «Когда братья рядом, мы и в аду наведем порядок, мы этот мир поставим раком. Муса здесь, в городе. Это Мухаммед, тоже в городе, и Дрис тоже тут». Самандр, герой этой истории, еще не достиг 18 лет. Изначально он чувствовал себя уверенно и даже публиковал в интернете видеоролики со своими воспитательными методами. Но с ростом популярности и общественного внимания со стороны полиции он, кажется, понял, что не готов выдержать давление и решил вернуться домой. Когда полиция начала его искать, он оставил загадочное послание, что будто бы возвращается на родину навсегда. Видимо, страх перед преследованием достиг такой силы летом, что он не стал раскрывать своего местоположения и оставил подписчика в полном неведении, требуя ставить его в покое. Неожиданно стало известно, что он мечтал вернуться в плохую Россию, и каким-то образом ему удалось это сделать в сентябре, несмотря на федеральный розыск. Почему он решил, что полиция о нем забыла, остается неизвестным. Возможно, диаспора заверила его в том, что ситуация улажена. Его пребывание в Москве оказалось недолгим. Однажды вечером, спасаясь от полиции, Самандр выбрал прыжок с третьего этажа. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области. Полиция через пресс-службу сообщила СМИ, что обнаружила человека, наказывавшего мужчин за длинные волосы и девушек, за короткие юбки и открытые топы. Найден он был в Пушкино, где баллотировался известный глава диаспоры Баха Хасанов. Странное совпадение. При задержании Самандр решил выпрыгнуть из окна третьего этажа, наверное, надеясь на чудо, но закон гравитации оказался сильнее. С травмами его доставили в больницу и строго охраняют, чтобы воспитатель из мытищ не смог исчезнуть до суда. Теперь перенесемся в Нижнекамск. Недавний выпиющий случай произошел в Нижнекамске. Группа из 11 иммигрантов напала на парня с костылями, который им чем-то не понравился. Девушки попытались вступиться за парня, им также досталось. При этом иностранцы не оставляли в покое парня, лежавшего на земле. Полиция не успела вмешаться, преступники разбежались. Но история на этом не закончилась. Те же самые мигранты вступили в конфликт с друзьями избитого парня у дома на улице Ревката Гайнулина. Здесь уже иностранные специалисты столкнулись с сопротивлением русских мужчин, от которых им сильно досталось. Полиция никого сразу не задержала, но возбудила два уголовных дела по статье о хулиганстве. Мигранты, участвовавшие в драке, скрыться не смогли. Их задержали почти сразу же при несчастливом для них стечении обстоятельств. Полиция устроила очередной рейд по местам работы и проживания ценных специалистов из-за рубежа. У 33-х нашли нарушения в документах, в России они находились нелегально. А 11 из задержанных оказались теми самыми зачинщиками драк в Нижнекамске. Всех друзей отправили в спецприемник. Полиция требует и в депортации на родину, материалы уже поступили в суд. Любопытно, что уже в спецприемники мигрантов поставили перед камерой. Иностранцы изо всех сил извиняются за свои поступки. Одна беда, с русским языком у товарищей все очень плохо. Как они сдавали экзамен на знание русского перед тем, как попасть в Россию, загадка. Тем временем в Иркутске задержали руководителей этнических диаспор за организацию незаконной миграции. Сообщают главные управления МВД по региону. Речь идет о председателе Узбекского национального центра и зампредседателе таджикской диаспоры. Обоих обвиняют в сговоре с Центром дополнительного образования и создании преступной схемы по продаже документов, необходимых для легализации мигрантов в России. По версии следствия, главы диаспор торговали сертификатами о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России. При этом покупатели соответствующими знаниями не обладали. Купленные сертификаты мигранты предоставляли в миграционные органы, где получали документы на право жить и работать в России. И напоследок, история о том, как пенсионер посадил мигранта в самодельный паралет и выдворил из России. Конечно, пожилой москвич никаким образом не имел связи с миграционной службой. Вся история произошла совершенно случайно. Однако этот инцидент может послужить уроком для тех, кто планировал оставаться нелегалом. Москвич Владимир Лисянский, 73-летний пенсионер, давно увлекался авиастроением. Он решил воплотить свою детскую мечту. Ведь какой инженер-конструктор не грезит о полетах, да еще и на аппарате собственного производства. Владимир собрал собственный паралет, объединив парашют с мотором, который тоже сделал сам. Первые испытания завершились успешно. Лисянский несколько раз сам поднялся в воздух на своем изобретении, но ему этого показалось недостаточно, и он нашел пассажира. Им стал 44-летний мигрант Нурмурат Имбердиев, работавший на дачном участке у Владимира. Иностранец согласился, не задумываясь. Чувствуя себя опытным пилотом, Владимир подошел к задаче серьезно. Он связался с диспетчером аэропорта Домодедова и получил разрешение на вылет. С Нурмуратом на борту они отправились в путь. Все шло хорошо, пока погода резко не ухудшилась, и видимость не стала падать. Лисянскому пришлось срочно менять планы и искать место для посадки. Ориентироваться в темноте становилось все труднее. Возможно, пилот отклонился от курса и начал снижаться, заметив огни взлетно-посадочной полосы с надписью «Жуковский». Ощущая себя командиром экипажа лайнера, он запросил разрешение на посадку у диспетчера, но удача отвернулась от Лисянского. Диспетчер отказался играть в авиаторов с неизвестным летательным аппаратом и сообщил, что посадка невозможна. Пусть пенсионер самостоятельно садит свою ласточку. Ко всем прочим проблемам добавился еще и дефицит топлива. В итоге Лисянский приземлил аппарат прямо на рулевую полосу аэродрома. К счастью, никто не пострадал. Высадка неопознанного летательного аппарата на взлетную полосу не осталась незамеченной. Полиция быстро прибыла на место происшествия. Авиаторов доставили на допрос, а их паралет изъяли как улику. Владимиру по результатам разбирательства выписали административный протокол за нарушение пропускного режима охраняемого объекта. А вот Нурмурату повезло значительно меньше, оказалось, что у него не было регистрации в России. Теперь мигранту, пережившему, возможно, самое захватывающее приключение в его жизни, грозит депортация из страны. В комментариях к новости читатели даже выражают сочувствие мигранту. Лучше бы он остался работать на своих грядках, вместо того, чтобы случайно попасть в поле зрения полиции. Подстава подстав. Мало того, что почти отправил на тот свет своего помощника по участку, так еще и выдал его правоохранителям. Но зато полетал. Читатели сочувствуют и пенсионеру, который, вероятно, будет себя винить, если Нурмурата действительно выдворят из страны. Старый пилот хотел как лучше даже поддерживал связь с диспетчером. Но вышло так, как вышло. Он пошел на вынужденное приземление, к нему не должно быть особых претензий. А вот товарищ из ближнего зарубежья оказался не совсем законопослушным и заслуженно столкнется с неприятностями. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok